Ну, две синички, может, они как бы разные, но я одну Машей назвал, другой Дашей назвал. Чисто символически. Он знает их по именам, а они не боятся его и садятся прямо на руки. 69-летний Сергей Чулюкин из Белорецка регулярно подкармливает птиц. Мужчина своими руками создал не просто кормушку, а целый городок для воробьев, синиц, поползней и других пернатых. А началось все с обычной кормушки, которую мужчина сам изготовил и принес в этот лес. Повесил сюда-сюда. Мало. Что-то вроде бы захотелось добавить. Открыл интернет, посмотрел, как делаются кормушки. Ну, остановился вот на этом варианте. Вот. Сделал одну, вторую, третью. Дальше больше. Ну, вот это вот то, что получилось. Птички рады. Сергей всю жизнь проработал на Белорецком металлургическом комбинате. Выйдя на пенсию, решил, нужно обязательно чем-то заниматься. Поначалу увлекся скандинавской ходьбой по лесу. А потом увидел кормушки и решил помогать птицам. Это надо просто прочувствовать. Когда синичка садится на руку, берет семечко, ну, это что-то. И успокаивает. Покормить птиц или белок популярный у городских жителей способ немного прикоснуться к природе и помочь животным пережить зиму. Но не все знают, что человеческая еда может быть неподходящей и даже опасной для птичьего желудка. Разумеется, подкармливать необходимо птиц в зимнее время. Но делать это надо правильно. Вот, не хлебом, не кашей с маслом, с солью, да, а именно правильным кормом. Существуют такие вот сборные корма, которые продаются в зоомагазинах, в состав которых входит рапс, семена льна, конопли, проса и так далее, диких растений. В принципе, можно купить просто подсолнечник, семена подсолнечника. И с лета заготовить различные семена дыни, арбуза, тыквы. Это, естественно, разумеется, не жареные, не соленые, не масляные, вот обычные сушеные семена. Также птицам можно давать ягоды и орехи, кроме миндальных. В них содержится вредная синильная кислота. Полезным будет и кусочек сала. В любом случае, угощение должно быть не соленым и не прошедшим термическую обработку. Эльза, правда ли, что птицы не переваривают белый хлеб? Я, например, слышал, что уток вредно кормить белым хлебом. Белым хлебом кормить нежелательно, нежелательно. Можно пропарить различные виды зерна, пшеницу, овес, рожь, ячмень. Довольно недолго пропарить, и вот этим можно кормить. Это все-таки естественная такая пища для них. А хлеб, в принципе, он не дает той энергетики, которая нужна для птиц. Он просто забивает желудочно-кишечный тракт. Бесполезно, в общем-то. И, в принципе, птица, хотя думать, что она наелась досыта, на самом деле организм не получает тех элементов, которые нужны для жизнедеятельности. Подкармливать лесных птиц полезно. Чем больше птиц, тем меньше насекомых-вредителей. Однако ученые рекомендуют помогать птицам только в холодное время года, когда это действительно необходимо. Иначе они отвыкнут добывать корм самостоятельно. Артем Валитов, Роман Нагуманов, Альбина Закирова и Айдар Мухамедшин. Телеканал ЮТВ.